10 человек погибло, 51 пострадавшие. В Ишеевке произошел взрыв бытового газа. Второй подъезд жилого дома полностью разрушен. Звонок в дежурную часть поступил в 11 часов утра. Утро не задалось у жителей дома номер 70А по улице Текстильщиков. Это дом жилой? Это жилой дом, трехэтажный. Похоже, что в средний подъезд взорвался. Взрыв в среднем подъезде? Да, вот в средний подъезд горит. Пожар, дом обрушился? Я не вижу пока этого дыма. Дом обрушился? Я не вижу этот дом, не вижу этот дым кругом. Пожар, видите, огонь открытый? Ну, вспышка была большая, да, изрыв, сильный хлопок. Пожарные из Ишеевской части приехали через 8 минут после звонка. Они обесточили дом и приступили к эвакуации. На место прибыла машина медицины катастроф. Пострадавших погрузили на носилки и уже на месте начали оказывать помощь. Полиция оцепила территорию рядом с домом, чтобы защитить жилье от мародеров. Таких происшествий не было в Ульяновске как минимум 5 лет. К счастью, это казалось легендой учений, которые проводит МЧС. На месте работают пожарные гарнизоны, энергетики и газовики. Подобные учения проводятся раз в год. По словам пожарных, такие тренировки помогают держаться в тонусе. Держим руку на пульсе и всегда готовы в любой момент, чтобы в любую минуту, за секунды организоваться, мобилизоваться и сделать все как надо. По сценарию пострадавших увезли в ульяновские больницы. А 96 человек, оставшихся в доме, отправили в гостиницу. Эти учения оказались самыми масштабными в этом году. Полковник МЧС Михаил Николаев оценил работу всех причастных к операции. На месте чрезвычайной ситуации развернули оперативный штаб и подвижной пункт. Главное управление МЧС России по Ульяновской области призывает население соблюдать спокойствие во время учений.